На финишной прямой уходящего года принято подводить итоги. На этой неделе мы побеседовали с председателем Леневского совета депутатов и узнали, чем жил совет на протяжении 2018 года. Подводя итоги уходящего 2018 года, можно сказать, что совет депутатов реализовал свой план работы, который был принят в прошлом декабре 2017 года. Это были рассмотрены все поставленные вопросы на сессии Совета депутатов и принятие нового бюджета, и все плановые изменения в бюджет, которые мы принимали в течение всего года для того, чтобы поселок функционировал так, как его требуют законодательства. Были внесены неоднократные изменения в устав, потому что были изменения и в областном и федеральном законодательстве. Естественно, согласно всех наших планов, мы принимали граждан. У меня прием как у председателя каждую пятницу с 9 до 12 депутаты принимают по своему графику, который у нас опубликован на сайте администрации рабочего поселка Ленева. И если жителям кому-то трудно зайти на сайт, они могут позвонить сюда, в совет депутатов ко мне, 41998 наш номер, и узнать, какой депутат у них на округе и когда он принимает. В принципе, депутаты у нас не кабинетные работники, они выходят к жителям по их просьбе и на дома, на собрания. Поэтому мы всегда рады тому, что к нам жители обращаются по любым вопросам, не только с проблемами, но и со своими радостями. Благодарят депутатов за проделанную работу, потому что Сергей Сергеевич Веревкин помог своим избирателям на округе по решению вопросов с коммунальными проблемами. И жители приходили лично, благодарили, просили, чтобы я ему передала слова благодарности. Взаимодействие с людьми – одно из основных направлений деятельности депутатов. В этом году по желанию жильцов одного из домов совет помог при осуществлении первого шага в реализации создания территориального общественного самоуправления. Это станет первым ТОСом на территории Ленева. Мы совместно с администрацией приняли все положения, все регламентирующие документы для того, чтобы на территории рабочего поселка стали организовываться ТОСы. И эти ТОСы принимали участие вместе с нами и с администрацией в работе местного самоуправления. Есть закон, есть документы, также все это есть на сайте, есть у нас в Совете депутатов. Жители могут обращаться и приходить к нам. Мы разъясним, как это все правильно сделать. Сейчас пока у нас в планах один, организация одного ТОСа. В дальнейшем, думаю, будет больше. В ТОС может входить один, два, пять домов, микрорайон, подъезд. Даже подъезд жители могут организоваться и создать такую организацию, которая будет следить за порядком в подъезде, на территории своего дома и так далее. И сигнализировать нам в администрацию, что какие-то есть проблемы и принимать участие в решении данных проблем. Вот так законодательство Российской Федерации позволяет жителям не только, скажем так, жаловаться, приходить о том, что все плохо, а помочь Совету депутатов и администрации своими советами, идеями, реальными действиями для того, чтобы мы стали лучше жить на территории нашего поселка. Положительные изменения произошли в сфере молодежной политики. По просьбе отдела молодежной политики администрации Скитимского района поселок вновь влился в КВНовское движение. Председатель Леневского депутатского совета Ольга Ковалева является куратором этого направления на протяжении многих лет. Отныне депутаты станут ближе к молодежи и их интересам. Мне очень много помогает Рукас Максим Александрович, тоже наш депутат. И уже более 20 лет, наверное, с Денисовой Аниной Владимировной мы участвуем в новогодних елках главы Скитимского района в таком замечательном мероприятии, как дебют года, где награждают одаренных детей. И это для меня почетно, что нас не забывают и приглашают и ведущими, и организаторами таких мероприятий. И таким образом, ну, и звучит и наш поселок, потому что очень много детей наших награждаются. И приятно, что депутаты не остаются в стороне таких дел. Второй год подряд мы участвуем в социальном партнерстве с 4-й школой нашей Леневской. В прошлом году я одна была в оргкомитете игры «Сделай шаг». Это была первая игра профильная инженерных технических классов нашего Искитимского района. В этом году ко мне присоединился наш депутат Стуков Александр Сергеевич. Он у нас человек, который знает много в энергетике. И свет, в том числе в поселке, в некоторых местах зависит именно от его организации. Он в этом году предложил для решения на игре «Сделай шаг» техническую задачу. Задача была реализована двумя командами. Это команда гимназии и команда Сузуна. В этом году у нас не только из Китимского района принимала участие в этой игре, но и команда из Сузуна, и команда из Черепанова. Такие характеристики народных избранников, как энергичность и активность, заслуживают уважения. Ольга Ивановна – достойный пример для своих товарищей по совету. Она – постоянный участник различных общественных начинаний, культурно-массовых мероприятий и всевозможных собраний. Этим летом, к примеру, депутатский председатель приняла участие в конкурсе двойников Александра Сергеевича Пушкина, который состоялся в рамках проведения парка Пушкина. И не просто приняла участие, а победила. Ведь своим, пушкинским образом, Ольга удивила и порадовала всех присутствующих. Нас надо спрашивать, а зачем вам это нужно? Вы же депутаты. Вот именно, мы депутаты. И поэтому мы никогда не остаемся в стороне не только от законов и решений для того, чтобы принимать бюджет, приносить его изменения. А депутаты – это те люди, которые участвуют во всей жизни поселка, не только поселка, но и всего района. Своим примером подавая молодежи, как должны жители поселка и депутаты, и администрация, все вместе дружно, не только в праздниках, но и в бедах, помогать друг другу и принимать участие в жизни поселка. В совет депутатов леневцы обращаются с самыми разными предложениями и жалобами. Есть среди них важные и необходимые, бывают и беспочвенные. Но ни одно обращение без внимания не остается. В разные периоды – это разная тематика обращений. Естественно, когда отопительный сезон, это проблемы о том, что нет отопления, нет лет, горячей воды. Сезон начала зимы и весны – это бродячие собаки, но, слава богу, у нас на территории поселка становится меньше. Если появляются собаки, это уже к нам приходят из Шадрина. Администрация решает вопросы по отлову собак. Освещение поселка. Периодически у нас не бывает света, но специалисты администрации, жители сигнализируют, все это оперативно решается. Уборка снега, естественно. Бывают такие моменты, когда снега нет долго, ну а бывает, когда и неделю снег идет, не переставая. Техника иногда где-то не успевает, жители сигнализируют. Не только в администрацию нам, в совет депутатов, мы решаем эти вопросы совместно уже и с жителями, и с администрацией. Стоянка машин в неположенном месте. Это газоны, это детские площадки, но это многолетний бич нашего Ленева. Здесь уже повлиять мы административно никак не можем. Это прерогатива ГИБДД. Но мы всегда взываем к сознательности граждан о том, что в первую очередь мы отвечаем за ту территорию, где мы живем. То есть сами жители. Если уже нет сознательности, уже в более зрелом возрасте, мне кажется, это уже сложно как-то привить. Поэтому мы стараемся, если нас приглашают на какие-то классные часы в школы, разная тематика бывает. Мы всегда говорим, для чего мы пошли в депутаты. Не только потому, что это какой-то статус. В первую очередь, это неравнодушные люди для реализации различных проектов на территории поселка. Будь то какой-то социально значимый проект. И самое главное, это реализация всех законодательств, которые требуются нашей территории. Редактор субтитров А.Семкин